В начале нашего служения почитаем из Слова Божьего. Это первое послание к Коринфянам, первая глава. И Павел пишет в церкви, которая находится в Коринфе, к обычным братьям, сестрам. И он пишет такие слова. Первая Коринфянам, первая глава, с 26 стиха. «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». Так он обращается к церкви, говорит, что среди вас не так уж много тех людей, которые в этом мире имеют какое-то положение. И дальше он говорит, в чем же есть преимущество этого. «Но Бог избрал немудрое миро, чтобы посрамить мудрых. И немощное миро избрал Бог, чтобы посрамить сильных. И незнатное мир, и уничиженный, и ничего незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Говорит, что Бог избрал немудрое миро, чтобы посрамить мудрых. Если мы обратимся в Ветхий Завет, то можно вспомнить такого человека, как Данил, которого Бог надеял особой мудростью. И в Даниле во второй главе мы читаем историю, когда Данил стал на защиту мудрецов, когда царь хотел всех убить, и рассказать нужно было царю сон. И вот он говорит такие слова. Книга Данила, вторая глава, двадцать седьмой стих. Данил отвечал царю и сказал, «Тайны, о которых царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятель, ни тайновецы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны». Он показывает то, что есть Бог, который открывает тайны. Он говорит, что я настолько умный и мудрый, хотя Бог наделил определенной мудростью. Он говорит, что есть на небесах Бог, который открывает тайны. И в этом видим, что была посомлено человеческая именно мудрость, то, что Бог наделил Данила определенными способностями, тайной мудростью. Если мы почитаем дальше, «И немощная мера избрал Бог, чтобы посрамить сильное». Если мы вспомним одного человека, который жил, это книга Судей, и там с ним была определенная ситуация, когда пришли вражеский народ, захватил землю, и его звали Гедеон, и он спрятался, молол зерно, и к нему является ангел, и с ним беседуют. И вот, что же, о чем же была их беседа? Книга Судей, 6 глава, с 11 стиха. И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову, сыну его Гедеон, выколачивший тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадинитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему, «Господь с тобой, муж сильный». Гедеон сказал ему, «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигла нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта, вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадинитян? Господь, возрев на него, сказал, «Иди с этой силой Твоею и спаси Израиль от руки мадинитян, я посылаю Тебя». Гедеон сказал ему, «Господи, как спасу я Израиля, вот и племя мое в колене монастином самое бедное, и я в доме отца моего младший». И сказал ему Господь, «Я буду с Тобою». Видим, что Гедеон понимал свою слабость, свою незначительность, но Бог говорит определенное очень важное. Говорит, «С этой твоей силой в Бога, то, что Бог, который творит чудеса, говорит, иди». И более того, говорит, «Я буду с Тобою». Бог избрал Даниила, к примеру, не для того, чтобы он был такой мудрый. Нет. Он был готов, чтобы сохранять себя в чистоте. Гедеон, он знал о Боге, о том, что Бог может творить чудеса, но он был слаб, был младший в своем доме, но Бог его избрал, потому что он верил Богу. Он говорит, что «Я наделяю тебя тем, что я буду с Тобою». Дальше читаю в 1 Коринфянам, 28 стих, что «Незнатное мир, и уничиженное, ничего не значащее, избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Здесь мне приходит на память один очень известный библейский человек, это Иосиф. Вспомните, сколько ему пришлось претерпеть, где он был, он был слугой в тюрьме, но потом Бог его в определенный момент выводит оттуда из тюрьмы. Это книга «Бутие», 41 глава, и здесь он также претерпелся пред царем, и за него ходатайствовал другой человек, говорит, что вот он может открывать значение снов. И 41 глава, 15-16 стих. «Фараон сказал Иосифу, «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его, а о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». И отвечал Иосиф фараону, говоря, «Это не мое. Бог даст ответ во благо фараону». И дальше он, видим, что он показывает, что есть Бог. Как-то Данил говорил, что есть Бог. Также здесь он говорит, что есть Бог, который откроет фараону значение его. Дальше помню эту историю, когда он объясняет ему сон, что было, дает определенный совет. И в этой же главе, с 39 стиха, здесь мы видим о том, что Бог, Он ничего не значил, и Он чуженое, избрал, чтобы упразднить значащее. Были много вельмож, было царя, много было прислуги, советников, мудрецов. Но мы читаем с 39 стиха такие слова. «И сказал фараон Иосифу, «Так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь на дом моем, и твое слово держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя». И сказал фараон Иосифу, «Вот я поставляю тебя над всей землей египетской, и снял фараон перстень свой с руки своей, и надел его на руку Иосифа, одел его в весонной одежде, возложил золотую цепь на шею его, велел вести его на второй своих колесниц и провозглашать пред ним, преклоняйтесь, и поставил его над всей землей египетской». Так мы видим, что Бог, Он избирал тех людей, которые были верны Ему, те, которые были готовы слушаться Его, и Он наделял определенными качествами. Он давал то, что было необходимо на тот момент. Он давал мудрость Даниилу, Он давал силы Гедеону, Он был вместе с ним. Бог также давал, дал место определенное для Иосифа, что Бог готовил его, и когда позже мы читаем, что Иосиф сам говорит, что это Бог меня поставил сюда в Египет. Мы видим, что Бог, Он избирал то, что было незначащее, немудрое, слабое, но и наделил необходимое для того, чтобы посрамить то, что было в этом мире значащее, сильное, могущественное, то, что Бог мог показать свою силу. И если мы вспомним учеников Иисуса Христа, среди них не было особо знатных людей, не было царских придворных, были рыбаки, были люди, которые занимали очень низкое положение в этом обществе. Но потом, когда мы читаем книги Деяний, они слабые, немощные, но Бог наделил их силой, и они потом шли и возвещали Евангелие. Бог именно избирал тех людей, которые готовы были идти и трудиться для Него, тех, которые были готовы исполнять Его волю. И дальше в послании к Коринфянам, в Верегле мы читаем, что 30 стих. «От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением, что было, как написано, «Хвалящийся, хвались Господом». Эти три истории нам показывают, что эти люди, они хвалились не собой, а хвалились Господом. Когда ученики провозглашали Евангелие, люди порой хотели их воздвигнуть в ранг святых, каких-то богов, но они говорили, что мы тоже люди, но есть на небесах Бог, они указывали на Бога, они хвалились Богом. И когда мы смотрим этот 30 стих, то что во Христе Бог даровал? Что мы можем иметь в Иисусе Христе? «От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для вас премудростью от Бога». Мы читаем в послании Иаков, что мудрость человеческая – это земная бесовская. Он говорит о том, что это была такая наша, была мудрость, но Бог дал мудрость свыше, которая мирна, скромна, послушлива. Мы читаем о том, что Бог даровал праведность, и Исаия пишет, что наша праведность, как запачканная одежда, как что-то грязное, то, что неприятно пользоваться, неприятно одевать. Но Он нас оправдал, Он нас очистил, даровал свои одежды и праведности белые. То, что мы имеем в Иисусе Христе, премудрость от Бога, мы имеем праведность. Значит, мы считаем, что освящение Он стало для нас, для нас грешных. Мы читаем о том, что все согрешили, лишены славы Божьей, лишены того освящения, не имеют своего, но это Бог даровал нам в Иисусе Христе. И в этом стихе мы также читаем последним, то, что искуплением, что Бог, вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением. Чем мы можем? Искупление на то, что нужно заплатить за себя. Мы не можем себе заплатить Богу ничем. Мы читаем то, что вы искуплены, Петр пишет, дорогой ценой, к Руизу за Христа. Это все, то, что мы имеем в Иисусе Христе, то, что нас Бог наделил, нас таких немощных, где-то слабых. И Бог нас наделил очень многим. И для чего все это? Чтобы было, как написано, хвалящееся, хвались Господом. Чтобы мы могли в своей жизни помнить о том, что то, что мы имеем, это от Бога. Это Бог нас наделил, Бог нам даровал. И за это можем Его славить. И, как Павел говорил, что буду хвалиться немощью своей. Будем хвалиться Господом, то, что Бог нам даровал очень многое. Бог даровал в Иисусе Христе нам оправдание, искупление, спасение, даровал жизнь вечную. И за это будем благодарны сейчас в наших молитвах. Аминь. Спасибо. 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 Продолжение следует...